Спасибо. Поскольку общепринятое представление о Господе, что Он велик и могущественен, и нарушение Его законов ведет к наказанию. Но это не единственные атрибуты или качества Всевышнего. И в этой связи имя Багаван нам кажется, поскольку оно описывает еще дальнейшие качества и атрибуты Духовной Личности Бога. В частности, Айшваря указывает на его бесконечные богатства и обладание бесконечной роскошью, что автоматически включает в себя высшее возможное величие и одновременно бесконечные малые размеры в сочетании с безграничными богатствами. И таковы только первые из многочисленных аспектов Личности Бога, на которые указывает имя Багаван. И в санскрите, кроме всех прочих, существует описание Личности Бога через выражение сарва-шакти-матта, что указывает на качество Господа как на повелителя всех различных сил. Это еще один второй по очереди аспект Личности Бога. Импосибилити, referring to limitations of consciousness and activity, is not applicable to the achinta-шакти, inconceivable potency of the Lord. Сарва-шакти-матта. Сарва-шакти-матта. Сарва-shакти-матта. Please give me a second. I cannot find it in the text. If someone thinks something is not possible, i hardly understand what you say, unfortunately. Таким образом, шахтимата, асарва шахтимата или всемогущество, является вторым аспектом Личности Бога, на который указывает имя Бхагаван. В свою очередь, невозможность, подразумевающая ограниченность в сознании и деятельности, неприменима к понятию очинча-шахти, то есть непостижимой потенции Господа, Его непостижимой энергии, Верховной Личности Бога. Таким образом, мы только что описали второй аспект Личности Бога. Шиларупа Госвами утверждает, что если кто-то не соглашается с присущей Господу потенцией очинча-шахти, то есть непостижимой Его потенцией, такой человек оказывается не в состоянии постичь Личность Бога вообще. И для Кришны нет ничего невозможного. Он способен на все, всегда и везде. И как только вы соглашаетесь с этим фактом, вы немедленно приближаетесь на один шаг к постижению Кришны. Утверждение о том, что Господь всего лишь бесформенная субстанция, автоматически накладывает ограничения на Его безграничное могущество. Личность Бога автоматически должна включать все. Все, о чем только может подумать человек, автоматически включает в себя Личность Бога. Бесформенный. Это должно существовать, иначе невозможно было подумать таким образом. И затем Господь Кришна объясняет в Бхагавадгите. Он называет это своей непроявленной формой. Он имеет форму. Но она непроявлена, и мы не можем ее видеть и не можем воспринимать. Но мы можем чувствовать его присутствие повсюду. В частности, давайте рассмотрим, как это возможно вообще, чтобы один атом притягивался к другому атому. А следующие два атома, наоборот, отталкивались друг от друга. Ведь, предположительно, все творение состоит всего лишь из комбинации атомов. Плюс-минус наличие притяжения или отсутствие его. Это является, по утверждению ученых, причиной материального проявления. Но что же является истинной причиной? Ведь атом, по сути, это не живое существо, но, судя по его поведению, он как бы обладает сознанием. И, судя по внешним признакам, кажется, что атом обладает сознанием. Это подтверждено в определенной степени даже научно. Ученые слышатся с тем, что, судя по внешним проявлениям атома, ему присуща некая черта, схожая с наличием сознания. С нашей точки зрения, речь идет о всепроникающем сознании Верховного Человека. Он присутствует повсюду. Именно таким образом он становится причиной всевозможных проявлений в этом мире. Найдите в тексте это место, потому что я не могу найти, пожалуйста. Через посредство своего всемогущества он автоматически проявляет свое качество ниракара. А также и свое качество сакара. Которое представляет из себя его вечную трансцендентную форму. Которое является самим воплощением его вечных развлечений. Алла, Брамма и Параматма в основном воспринимаются как ниракара и поклоняются соответственно. Служат объектом поклонения соответственно. И в связи с этим, в свете только что сказанного, именно они являются уникальными с точки зрения их лишенного формы всепроникающего образа. Сейчас поговорим о третьем аспекте, на котором указывает имя Бхагаван. Он является вечным Мангаламая, то есть Всеблагим. А также Яшапурна, то есть Всепрославленным. Таким образом, его игры преисполнены блаженством. Четвертый аспект, прозумевающийся в имени Бхагаван, это его безграничная саундария или трансцендентная красота. Именно эта упоминанная здесь, трансцендентная красота Господа, описывается в шастрах как наиболее важная из всех качеств Господа. Это является относительно тороса тела. Тороса тела. И она рассматривается, если обращаться к этой теме с точки зрения строения человеческого тела, как корпус тела. Если уподобляться в рассуждениях человеческому телу. У человеческого тела есть торс. или само тело, или корпус, из которого произрастают различные конечности. Например, руки и ноги. А также голова. Если отсечь мысленно руки, ноги, голову, то перед нами окажется торс человека. Или возьмем, к примеру, дерево. Ствол дерева — это, по сути дела, его торс. И затем от этого ствола отрастают ветви, веточки, листочки и так далее. Таким образом, самим телом, торсом или корпусом, верховной личности Бога, является его, в переносном смысле, красота. Остальные пять его качеств являются как бы отростками от этого основного тела. И именно это делает Господа всепривлекающим. Его трансцендентная красота привлекает даже демонов, тех, кто хотел бы в своей жизни избавиться от Господа. Личности подобные. Шишупалу или Хиранья Кашипу и другие демоны. Камса. Великие демоны. Однако всех привлекла трансцендентная красота Господа. Они не могли прекратить мысли о Нем. Как Шишупал, день и ночь только и думал о Кришне. О чем он, по сути, думал? О его красоте. Конечно же, косвенными мыслями его были мысли о том, что он находится в состоянии зависти к Кришне. А Камса постоянно боялся того, что Кришна убьет его. Но суть их медитации, объект медитации состоял из красоты Господа Кришны. Поскольку он был настолько трансцендентно прекрасен. Все привлекающие. Пятым аспектом величия Господа является то, что он, по сути, является воплощением Ашешагьяны, качества. То есть безграничного знания. Это подразумевает, что он совершенно безупречен, совершенен и прекрасен. А он является воплощением трансцендентности. Верховным духовным объектом. И непознаваемым с материальной точки зрения. Его сияющая вечная форма, как воплощение красоты. является самим воплощением сознания. И это... В этом своем состоянии он находится за пределами, или иначе говоря, как мы уже упоминали, слово бьют, материального творения. Объясняем того факта, что божества, которым мы поклоняемся, состоят из материальных элементов. Но их форма... И несмотря на то, что эти элементы, они тем не менее являются частью энергии Кришны. И со своей собственной энергией он может поступать, как ему заблагорассудится. Только подумав о материальной энергии, Господь Кришна способен обратить ее в энергию духовную. Кришна способен сделать это даже без реального размышления на эту тему. Просто силой воли. Как Шиллопада часто приводил нам пример электрика. Электрик в совершенстве умеет управлять электричеством. Он манипулирует всего лишь одной этой энергией электричеством. Но с помощью этой единственной энергии он может производить либо тепло, либо холод. И он знает в совершенстве, как это делать. Точно так же и Кришна манипулирует своими энергиями, управляет ими так, как ему захочется. И такова форма Божества Господа. Она не отлична от Кришны. Хотя она состоит из материальных элементов, Господь способен войти в эту форму. И с этих пор она больше не является материальной. И существует великое множество подобных примеров Примеров того, как Господь в форме Божества в различных храмах внезапно покидал алтарь. Как знаменитая история Господа Джаганатха в Джаганат-Пури. Гидра Говинда История говорит о том, что в один прекрасный день одна женщина спела Гидра Говинду, которую в свое время сочинил Джадея Госвами. И это пение так сильно привлекло Господа Джаганатха, что он просто соскочил с алтаря и вышел из храма. Но, конечно же, он хотел остаться незамеченным просто для того, чтобы удовлетворить атеистов, которые принимают Господа в храмах за идола или за материальное обличие. Они говорят, что это такое? Какая-то кукла, какой-то идол, и наверняка она не может ни говорить, ни ходить. Ладно, Господь ответил на это. Я не могу говорить. Я не могу ходить. Вы довольны, наконец? Отлично, отлично. Но что касается преданных, то своим трансцендентным видением они не видят больше статуи. Они видят Кришну. И Кришна отвечает взаимностью. Он хотел остаться незамеченным, поэтому он избегал главных дорог, и, идя по извилистым тропинкам в зарослях, он проходил через колючий кустарник. And then his clothes was torn all over, scratches all over. В результате вся его одежда была разорвана, и он был весь исцарапан. Он оставался незамеченным в зарослях деревьев. И тем не менее, вы могли увидеть иногда кусочек его глаза, большого круглого глаза, который выглядывал из-за дерева, и могли понять, что Господь прислушается к этому пению Гитаговинды. And when the recitation was over, he quickly ran back to the temple. И как только это воспевание закончилось, он немедленно удалился в храм. Забрался на алтарь. And next morning the Pujaris came, they were shocked, what happened. И когда на следующее утро пришли Pujari, они были в шоке от того, что случилось. Who did this to the deity? Кто исцарапал божество? И немедленно врата храма были закрыты. How is this possible? And then the Pujari, had Pujari had this dream. И в конце концов, старшему Pujari приснился сон. He could see everything. Он увидел все произошедшее. Lord Jagannath revealed. Господь Jagannath открыл ему это. No need to start looking for some rascal who might have done this. В результате необходимость искать преступника, который все это сотворил, отпало. Это было частью моего развлечения. Varadharaj, that's another example, South India famous deity. Varadharaj, знаменитое южно-индийское божество, это еще один пример. Он находится в Канчипурном. Он знаменит тем, что он разговаривает с Pujari. Иногда он жалуется. Ребята, вы чего слишком много ги все время ложите в подношение? Pujari говорит, sorry. Я больше и так не буду. Пujari. Of course it is uncommon, but examples are there. Конечно же, это не становится притчей во языцах, однако подобные случаи имеют место быть. There are life-size in Nabhadвиб-Дам area, life-size corny-tai-dedis. Одна пара божеств, полноразмерная пара божеств, которая расположена в Навадвиб-Дхами. Beautiful dedis. Очень красивые божества. Также существует множество историй об этих божествах, которые в свое время покидали храм. Так что, речь идет не просто о храме. мы будем видеть божество как материальную статую. Наконец, шестой аспект, подозревающийся в имени Бхагаван, говорит о том, что даже будучи Ишварой всего творения, Ишвара означает верховный владыка. Господь сохраняет непривязанность. Он находится в стороне от всего происходящего. И остается полностью независим благодаря своему достоинству высшего отречения. И я задумывался иногда на эту тему, говоря о себе, как же это возможно, чтобы Господь оставался совершенно непривязанным. Я вспоминал при этом одну из шлок из Бхагавадгиты, где говорится, что все находится под контролем Кришны. И в то же время он не имеет ничего общего с этим материальным творением. Как же это понять? Технически говоря, говоря техническим языком, в непосредственный контакт с материальной энергией вступает Господь Баларама, который, конечно, совершенно не обусловлен на материальную энергию. Но именно он бросает взгляд на материальную энергию. Как Маха Вишну. Понимаете? Таким образом, Маха Вишну является экспансией Господа Баларама. Все три Пуруша являются экспансией Господа Баларама. И бесчисленные формы Нарайаны, возглавляющие планеты Вайкунду, все они являются экспансией Господа Баларама. Все они являются экспансиями и Господа Баларамы. Параматма. Параматма. Мы в основном говорим, что Кришна, как Параматма, находится в моем сердце. Кришна находится в сердцах всех живых существ. Но действительно, это Господь Баларама. Технически, это Баладев. Техническим языком выражаясь, это Баладев. Он Параматма. Поэтому он известен под именем Чайтя-гуру. Или Ади-гуру, изначальный гуру. Поскольку именно его желанием является вернуть все обусловные души домой и назад к Кришне. В этом состоит его вечное служение лотосом с топом Кришны. Нитананда Прабху всегда был одержим желанием вернуть все обусловленные души назад к Богу. И поэтому Господь Нитананда известен как наиболее милостивый. Без самопредания Нитанандии не может быть и речи даже о малейшем приближении к Господу Чайтании. Если мы не отдаем дань почтения Господу Нитанандии, то мы не будем интересовать Господу Чайтанию ни в какой мере. Мы можем тратить по-напрасну миллионы и миллиарды слов прославления в адрес Господа Чайтании, он не будет интересован этим. Если мы прежде не восславим Господа Нитананду. Он настолько милостивый, что обращает свой милостивый лик к миллионам и миллиардам живых существ, населяющих материальный мир. Таким образом, Кришна не имеет ничего общего с этим материальным существованием. Он просто танцует с гопи, играет со своими вечными спутниками, играет на своей флейте. Именно в этом смысле Кришна не имеет ничего общего с этим материальным миром. Таким образом, я обозначил для вас шесть основных характеристик Бхагавана. Опулence, power, fame, beauty, knowledge and renunciation. Богатство, сила, знание, красота, образование и отречение. Айшвайаса, самаграса, вирьаса, яшешашрия, гьяна, вирагайос, чаева, санамбхага и тинггана, one who possesses all the six opulences in full. Тот, кто обладает всеми этими шестью достояниями во всей их полноте. Yes, in full. Да, во всей полноте. To the utmost degree. В высшей степени, иначе говоря. Then, he is known, such a person is known as Bhagavan. That is Krishna. И это Кришна. Further more, далее, the Supreme Lord Bhagavan has two Prakashas. У высшего Господа Bhagavan есть два Prakashas. Prakashas means manifestations. Prakashas означает manifestations, проявления. Aishwarya, opulent majesty, или величественная роскошь. and madhurya, or sweetness. The madhurya Prakash is the supreme well-wisher of the living entities. He comes to his devotees as the dearest lord of the Lord as Shri Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. He comes to his devotees So that is the special mercy of Krishna. Because Shimadhi Radharani is so full of compassion. She, in fact, thinks constantly that anybody else, others, they are so much more, they reserve so much more mercy than me. As soon as someone even to a slight degree tries to surrender to Krishna, she immediately can liberate that person. And then Krishna cannot say no. Because she is so full of mercy. Because she is so full of compassion. So full of compassion. And Lord Krishna he wanted to experience that nature of Shri Marivararani. What compassion she has. What love she has. For Krishna. It is nicely described in the Chaitanya Shri Tamriti. The different reasons of the Lord's Lord Krishna's appearance as Shaitana Mahaprabhu. Where there are different reasons of Shaitana Mahaprabhu. If we consider but parasta to be a term describing the improper worship of a fictitious imaginary form of the Lord, if we consider Bjudd Parastu as описation невerных путей поклонения не авторитет of God then this is certainly not contrary to our Vaishnava viewpoint. Then this is certainly not contrary to our Vaishnava viewpoint. In Vaishnava Dharma our practice is to worship the eternal absolute spiritual fully conscious deity form of Shri Bhagavan. Therefore the daily worship of the Vaishnava certainly cannot be defined as Bjudd Parastu as satanic material idol worship. So this was the entire over the last days entire answer given to the rather challenging questions of the Mullah Sahib. Таким образом мы подошли к лаичному завершению очень объемного ответа на довольно дерзкие вопросы Мула Саиба. So tomorrow we continue and we have some time left for questions. And we have some time left for questions. Does it make sense what we discussed? Как вы считаете то, что мы изучили на данный момент заслуживает вашего внимания? перевод доходчивый для вас? So any thoughts any questions? Есть ли какие-нибудь мысли или вопросы? Я ничего не слышу. кстати Матаджи является героем Сан-Киртны прошлых лет. Пожалуйста, помните об этом. She's a Sankirtan hero of early days of Krishna consciousness in Russia. Many people don't understand what's happening and don't pay enough respect. this is not very good. saying he's good. When Maharaj said that Radharani sees some sincere and faithful and gives all love I wanted to ask how he sees it? Because a person prays to him or because he acts like paramatma that knows all living beings. At one point of your explanation you mentioned that Chimantyar Radharani is mentioning someone who is just even slightly trying to approach Krishna and attract his attention. So what is the basis of her paying attention to a particular person? Is it a prayer the person is making or she is acting as an external relation of paramatma in this case and just knows what's happening. The trying to surrender to Krishna means Krishna is the object of surrender. Because her love for Krishna is so great. If anyone even tries little to surrender to that Krishna she immediately shows so much compassion. Because Krishna is so dear to Shima Diva the to Shima Diva attempt to surrender she immediately wants to favor that person. as he did happen to Krišne to him to come to Krišna to help that condition soul. And Krišna отвечает так, как Ему будет угодно. Нельзя принуждать Кришну к следованию каким-то правилам. То, как Он захочет помочь обусловленной душе, полностью зависит от самого Кришны. И Он может добиться этого через посредство множества различных энергий. Через их посредства. Мы должны выработать какую-то систему задавания вопросов или обращения к учителю с вопросами. И вопросы, которые не касаются непосредственно изученного материала, будут откладываться. В первую очередь, the questions which are not related to the material we studied are secondary, I think. So, this has nothing to do with the topic. Some other questions? Другие вопросы? Скажем, у Туласи Дэви, понятно, что она духовная, хотя она состоит вроде из материальных элементов, но мы не можем сказать, что она материальная. Также есть вот такой случай был, что танцует преданный Киртан, туда брызнулись лизоточивый газ, но сейчас преданных отошла, но не стоит внимания, допустим, на это, не действует на нее это. И можно ли сказать, что когда, как материальная вещь, когда она занята служением Кришне, чем-то духовным, она перестает быть материей, а становится духовным? Ему из примеров, he's giving the example of all the туласи, туласи tree, туласи, we are worshipping, the plant. So, he's saying that although she seems to be consisting of the material elements, nonetheless, we never take it, take her as a material tree or plant. So, he's giving also another example saying that let's imagine that in some situation when devotees are dancing in the kirtan someone is spraying the tear gas on them and tear gas yes it's just imaginary situation Maharaj nothing to be scared of imagine I thought somebody did it so this tear gas is acting on some devotees and it doesn't influence the others who are possibly more spiritual or something so the question itself goes like can we take can we understand that any object which is used in Krishna's service becomes spiritualized in this way I would leave out the tear gas example давайте уберем из этого вопроса ситуацию с летачивым газом you can give so many other examples why tear gas можно привести любые другие примеры а почему с летачивый газ в своем прошлом полицейский we have the example of Prahlad Maharaj his father wanted to poison him he gave the most strong poison he would even kill you know hundreds and hundreds elephants so strong but nothing happened because he was simply meditating on Krishna that's the essential point that's the essential point because if the consciousness is in contact with Krishna because when our consciousness is in contact with Krishna then material energy cannot touch you but again it is up to the we are not we are not Krishna we are not the controlers но опять-таки мы не сам Кришна мы не контролируем ситуацию мы можем только вручить себя Кришне а он волен делать все что ему угодно он может вас защитить или убить все что он захочет а предный просто полностью зависит от Кришны с другой стороны у нас есть еще пример Махараджа Парикшита чистого предного но тем не менее этот летучий змей Такшака укусил его и Махарадж ушел из этого мира но такого был тоже план Кришны tear gas let's see how spiritually I am yes so he could not even see that horrible snake bird he could not feel any pain он не чувствовал никакой боли ничего вообще и вот так также может проявляться защита Кришны внешне все выглядит ужасно подлетает огромный летучий змей и со всей силой кусает Махараджа Парикшита Господи как ужасно как такое может случиться с преданным но тем не менее такова была защита со стороны Господа просто она выглядела несколько иначе и в свою очередь прохлад Махарадж тоже получил защиту но другим способом ничто не влияло на него ни яд ни огонь ни змей that's Krishna's преданный просто зависит от Кришны а то как именно Кришна захочет защитить своего преданного зависит от него самого у нас нет никакой власти над этим поскольку верховным правителем является Кришна микрофон передайте пожалуйста собрались собрались такие великие ученые мусульманские и они искали Бога и были высоко подготовлены научно вместе с тем преданные исконно очень часто не имеют даже среднего нормального образования и они так быстро принимают личностный аспект Кришны а вот образованные люди совершенно не хотят микрофон говорите пожалуйста повторить снова да нет нет дальше продолжайте а все закончил почему вот почему те как бы образованные не понимают а вот ну как бы не образованные быстро понимают что из-за есть мусульм школы которые очень очень информированы о определенных аспектах Бога и они очень в целом но с другой стороны мы видим искон девотеи которые обычно не имеют даже высокой обучении но они готовы кришна ажи супрем персоналити уготед unlike мусульм who are inspired of their scholarship that they cannot realize кришна as a supreme lord осознать кришну как верховная личность бога способен каждый все дело только в доступе к истинным источникам информации и получении недостаточно этой информации о кришне как бы не определялась ваша конкретная религия тем не менее вы можете познать кришну если моя вера основана на том что господь велик продвигайтесь дальше и задумайтесь над тем как выражается это величие господа затем вы логически можете перейти к изучению личности бога как маха пуруши которые самим своим дыханием производят на свет все существующие вселенные а также они исходят из пор его тела и таким образом ваше понимание личности бога расширится вся проблема только в фанатизме мой бог лучше твоего к чему мне слушать про твоего бога у меня есть свой бог это фанатизм ведь мы говорим об одном и том же объекте правопада приводил пример сравнения большого энциклопедического словаря с малым карманным словарем никакого противоречия нет то же самое знание содержится в обеих книгах вопрос только в количестве этого знания вот так обстоят дела у вас в руках находится конкретное религиозное писание так что в сравнении с большим словарем оно может казаться небольшим но в обоих случаях работает тот же самый принцип господь велик господь велик написано в обеих книгах просто в одной из них дается больше информации больше деталей приводится и если у вас есть доступ к большему количеству информации почему бы не принять это нет ничего общего с большим словарем я не хочу иметь у меня есть свой любименький маленький карманненький словарик и это мой словарик dictionary of the devil the big one поэтому я считаю большой словарь дьявольским отродием в чем проблема если у вас есть в распоряжении больше информации вместо того чтобы прибегать к одному синониму как объяснению смысла одного слова в распоряжении оказывается несколько синонимов или объяснений толкований но в другом словаре вам будет приведено 20 толкований и вы можете глубже понять смысл искомого слова то же самое приложим к ведической литературе существует гигантский скажем словарь Брокхауза и Эфрона из 12 томов он огромен почему не попользоваться им именно всему множеству различных конфессий религий всего мира просто получите доступ к большему количеству информации они тоже говорят о творении некоторые говорят что это случилось за 7 дней а что случилось за эти 7 дней можете повдробнее рассказать нет все довольно шатко но взгляните на пятую песню Шримад Бхагаватам насколько объемной и научной является приводимая там информация о происхождении творения воспользуйтесь этим и при этом не важно какой религии вы следуете мы говорим о знании или науке пользуйтесь и таким образом общение с другой верой углубит и расширит ваше понимание собственной веры тогда извините если следовать вот этой аналогии которую Махарадж привел со словарем большим и маленьким то если взять учение Вудды то он отверг веды получается этот словарь маленький он противоречий все-таки вступил с большой это энциклопедия поэтому following your example of big dictionary and small one and taking the example of Lord Buddha denounced Vedas as they are still we can say that there is a contradiction between the small dictionary and the bigger dictionary what is your answer I don't know I want to in Vedic scriptures the Buddhist philosophy is being described as gnostic если в наших рассуждениях отталкиваться от Vedических писаний во всем объеме то нужно принять в учет что Веда описывает учение Будды как отвратительное to translate this gnostic I heard it nasty so I thought it is an English word sorry there's a similarity I 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 было использовано использован санскритский термин nasty 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 means one who has no faith in the Vedas that actually means atheist it прямое указание на атеизм no religion it is not a religion we talk about religion but is not a religion therefore there's no conflict we talk with a dictionary big small they're both dictionaries what is then your definition of religion can you please share it but the basic definition of religion is that you have faith in the existence of God God exists that's basic basic foundation of religion nowadays in Germany Germany they have priests who don't believe in God they're religious priests but they're atheists so that is not religion anymore that's the basis to have faith in the existence of God that's the basis to have faith in the existence of God that's religion where's the spray tear gas it's a old age we are too we are too transcendental there there's no effect maybe but we're also older older than most of the people here so can I read this in your lecture you've mentioned that the supreme beauty is like a torso of the body yes and then can we continue this analogy with the last five qualities of Bhagavan comparing them to the other limbs of the body please thank you you mentioned in the lecture that the beauty is like the branches of the tree and and ghyana and vairagya ghyana and vairagya they're like two leaves which are effulgent brahmajoti so this goes together this renunciation ghyana and knowledge this impersonal knowledge that results in detachment from this world and then the moksha liberation means to merge into the effusions of the Lord these are two leaves branches and two leaves there leaves and leaves and leaves and leaves other questions if you have any other questions there is there is there is there is there is there is thank you for such a lecture В Джайдарме мы читаем о разных беседах, диалогах, где с Майвади, с имперсоналистами, с мусульманами, притом с зрелым мусульманами. И везде ващнавы, они очень-очень грамотно все объясняют, и они помогают им обрести веру. Вопрос заключается в том, является ли утверждение, что есть люди, которые готовы принять сознание Кришны и не готовы принять сознание Кришны, является ли это утверждение верным? Вопрос в том, что вы написали, в книге вы написали, в книге вы читали, есть случаи, в отношении кашинам пандиты, с ученикам, и есть люди готовы для принятия сознания Кришны и есть люди не готовы для принятия сознания Кришны. There is a result, excuse me, not always there is a result that the opposite party is accepting Krishna consciousness, so can we make a judgment that there is people who are ready to accept Krishna consciousness and there is not ready yet? Is there people who is ready to accept Krishna consciousness or there is some people who cannot accept Krishna consciousness. It's always freedom of choice is always there. Some accept, some not. Freedom of choice. We are all individuals. We are all individuals. Some accept, some not. Some accept, some not. Some make a little more advancement. Some make a little more advancement. Some much more advancement. Some much more advancement. Some will fully surrender to Krishna, 100%. We are all different. We are all different. You cannot make a rule out of it. You cannot make a rule out of it. There will be individually different reactions. There will be individually different reactions. Some like Krishna consciousness, some hate Krishna consciousness. Some follow, some don't follow. Some follow. Some don't follow. Closer. More. Different. It's very important to remember that. Because then you become patient, you develop patience in your attempt to give Krishna consciousness to others. But if you want to control the result, you become impatient. But if you want to control the result, you become impatient. We have to respect people's freedom of choice. But sometimes Vaishnav, because out of compassion, he might become little impatient sometimes. Because he knows, if these rascals don't surrender to Krishna, they will just continue to suffer. How can I be patient? How can I be patient? Patiently let them suffer. Time is over. Hare Krishna. Hare Krishna. R-54 Shaddhasen. qua bursting Thank you. Thank you very much. Would youarosist the inspiration? You can also make a little announcement, please. Over to me as a hanging users. За свои книги Рамайна, аудиокниги, вы можете подойти ко мне и помочь мне в издании моих новых работ. К вам обращается переводчик Мурари Кришна. Спасибо большое. Еще одно короткое объявление. Те, кто готов получать инициацию, пожалуйста, зарегистрируйтесь на Ягью и оплатите ее.